итак друзья всем привет сегодня 1 августа 2021 года друзья я сегодня хотел бы вам показать свое помещение где мы откачиваем мед и как мы откачиваем мед что используем как используем какие инструменты вообще как происходит процесс на моей пасеке откачка меда неоднократно мне писали в комментариях чтобы я показал ну давайте ребята я немножко расскажу вам что у меня за помещение что у меня здесь находится и как мы откачиваем мед сейчас я немножко вам все и покажу и расскажу в общем поехали ну что ж вот такое у меня помещение для откачки мирно что здесь находится как все расположено я здесь в общем здесь у меня дверь неоднократно показывал мы когда привозим наши магазины мы прямо там на строп есть на входе прямо грузить в тележку и на тележке завозим прямо сюда в помещении наших вот эти магазины и надставки здесь мы их составляем такими столбиками плотнее сюда вот ближе к столу вот стол где мы распечатываем наши соты для удобства как бы скажем так в общем здесь мы можем пользоваться ножом вилочкой замрустут в тазах можем использовать фен вот вручая вращающаяся у нас здесь карусель такая мы ее прозвали для удобства вскрытие рамок принципе удобно конечно много комментариев было негативных что фен разогревает сильно нет нет ребята ни в коем случае воск топится при 60 градусах наставляется а это крышечки восковые просто когда доводим мы фен крышечки лопается и скрывается ну в принципе я покажу пример небольшой включайте вот смотрите когда белая печатка очень хорошо будет скрываться фен разогрелся посмотрите только подставляйте расстояние небольшое вот подставил и пошло 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 только крышечки только крышечки а так вот ясно они только чуть-чуть оплавляется и не тонкие все ребята вот так вот 1 стандартный уже вскрыта получается очень быстро карусель это ее вручную вращаем и один человек свободно справляется при вскрытии вот этих рамочек второй человек успевая отбирать вот эти вскрытые рамочки и ставить сюда в магазин либо медогонку это работает у нас 2 человек ставить загружать разгружать медогонку от этих рамок все один скрывает 2 работает на медогонке ставить рамочки убирая рамочки так далее что что у меня помещение еще есть пользуемся кондиционером как правило на ночь вы топим печку чтоб наши магазины здесь мед как бы был более в теплом состоянии не застывал теплые рамки они откачиваются гораздо лучше быстрее и я сказал не ломая особенно вот такие магазинные рамочки они у нас редко ломается редко очень редко вот сейчас в последние дни мы качаем ни одной рамочки не сломалась конечно сложности до этой медогонки бывают с рамкой до 300 там могут рамочки тоже рваться но это причина тоже пчеловода там нужно по 5 нитей делать и если на рамке где-то перга есть либо молодая рамка она при больших оборотах может сломаться нужно все регулировать на медогонке медогонка регулироваться у нас можно работать в ручном режиме регулировать здесь и можно автоматически настроить она будет откачивать откачиваем вначале при небольшой скорости потом включается вторая скорость чуть побыстрее и потом третья скорость самая быстро ну если автоматически настроить настроить можно там на три минуты один процесс медленной скорости три минуты средней скорости три минуты допустим вы свою скорость все и рамочки будут за 10 минут откачиваем медогонка у нас на 40 рамок да да рассчитана магазинные рамочки можно ставить 80 вот здесь вот можно еще ставить рамочку магазину и добы из практики ставить сюда 40 рамок пока 40 рамок откачивается нужно подготовить еще 40 рамок для следующей допустим загрузки медогонки сразу включаем два крана один кран второй кран и вот второй человек который работает на медогонке он постоянно следит за этими также кранами что убер не перелился сито сито начинает засоряться сито меняем для сита у нас имеется специальное ведро чистой воды доливаем сегодня уже делать вечер я уже отработался работал сегодня один так получилось и в общем замус остается здесь потом замусе отжимается и уйдет на перетопку числе сито здесь у нас в запасе есть большие маленькие различные далее что продукцию нашу что разливаем 15 литровые ведра есть и 20 литровые удобно 15 литровые это еще удобнее ведра потому что туда ходит полное ведро 20 килограмм меда поднимать как бы ну я считаю это реально можно складываем продукцию допустим и откачивали тут 30 сегодня первое вот я откачивал и пишу в точек номер два первое допустим августа не путаемся чтобы нам знать какой мед с какого . естественно сейчас этот скопился здесь будет как бы тесновато этот мед уйдет скажем до склад так по меду все тут как бы также есть вентиляция у нас как бы вытяжка чтобы здесь как бы больно видя дышалась свет лампы 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 дневного света очень хорошо все как бы освещает освещение как бы нужно обязательно ну еще небольшие нюансы тут у нас водичка полотенце потому что если работаем с рамками где-то взялись зовет пальчики у нас уже в виду быстренько помыли и полотенце вытерли все чтобы нигде не мазать ведра чистые у нас здесь подготовленные все естественно швабра вода где-то накапали на пол обязательно протираем пол чтобы не ходить не прилипать естественно веник все это тут находится потому что где-то трудней вылезут где-то что-то ползает падают ну это все подметается вот тоже падает где-то что-то упадет все подметается ну что помещение было естественно более бедей чисто до 2 это прополис упадет на стуки прилипнет потом приходится конечно работать жестко низкой ну в принципе все ребята я не знаю вот такое помещение вот так вот мы здесь работаем принципе работать здесь допустим втроем это самое удобное три человека потому что порой бывает человек который работает на медоконке он не всегда справляется тут же и меды берут наливается с медом приходится в общем дополнительный человек еще помогает и и откачаные рамки мы уносим сразу сотохранилище сейчас мы сходим и так ребята вот это вот у нас сотохранилище вот так вот мы ставим столбиками откачанные рамки да еще насчет раба рамочки бледов сушку ребята не даем для нас это просто лишняя работа лишняя работа откачали рамки ставим пусть и не в беду и еще есть такое что вот на рамках где не обсушены такие вот рамки что там менее заповодится восковая боль ну вот сейчас вот у нас состоят здесь вот рамки как бы особо вот из практики московая боль бывает немножко и заводится иногда где-то там вверху то более теплее получается добывая где-то немного немного нос похолодание у нас урал аргуст месяц здесь прохладно и боль особо не раз не разведется ну вот еще вот у нас тут стоят вот столбики это у нас мед потому что помещение там у нас занята рамками медовыми магазинными рамками стачка номер два а здесь остались вот четыре вот таких вот столбика это стачка номер один еще не откачаны мы как бы не хотим путать откачаем там чтобы у нас было все ясно и понятно что откуда какой мед далее помещение будет освобождаться эти магазины будем заносить а сюда будем заносить уже с домашнего . так как домашний точек еще стоит с магазинами с корпусами еще толком вы еще дома не снимали это все у нас сейчас предстоит я думаю что это у нас будет наверно на этой неделе а точек номер два точек номер один вы там все полностью уже сняли ну в общем как-то так вот в помещении вот и я вам показал ну все в принципе ребята все что мог я показал как мы здесь работаем рассказала ну и также еще естественно скажу о своей продукции продукции у нас есть мёд есть точек номер один точек номер два пожалуйста пишите то я оставлю внизу телефон миши пишите на ватсап будем договариваться есть у нас бьет оптом все это обращайтесь пиши ну так же еще ссылку оставлю на сайт где мы продаем небольшими баночками мед это литровые баночки пол литровые и 025 заходите на сайт кому что-то понравится с какого-то . допустим какой бьет заказывайте пробуйте нашу продукцию уральскую ну а так ребята видео своем буду заканчивать я забыл поставить лайк кто не подписался подписываемся жмем здесь на колокольчик чтобы пропустить следующее видео на моем канале всем пока и до новых встреч всем удачи пока пока а